Ощущение, что мы живем не по правде, не по истине, да и не ищем эту истину, охватывает многих. Что-то не так в нашей жизни. Да вообще-то все не так. Чего ни коснись, все не так. Правда, люди к себе обычно не предъявляют претензии, а предъявляют претензии к другим. Другие живут не так, а вот если в глубину души заглянуть, то мы все живем не так. Что-то надо делать, что-то надо делать. Этот вопрос все время повисает в воздухе и как будто бы нет ответа на него. Да он есть этот ответ. Как из нынешнего гибельного состояния выйти? И достаточно ли мы понимаем, что такое это гибельное состояние? Видим ли мы тупики, которые ждут нас, когда мы соберемся выходить наконец-то? Скажем, вот нам туда. Товарищ Зюганов указывает жестом Ленина Бланка, куда нам надо идти. Или вот туда. Туда нам указывают олигархи, Чубайс и всякая прочая нечисть. Я не знаю, кто сейчас там еще, Навальный в коме лежит, но в гроб сходя он кого-то благословил, наверное. То есть будут и такие, тоже будут показывать. Вот туда. Но нынешнюю ситуацию мы все осознаем, в каком болоте мы живем. Я утверждаю, что мы живем в болоте 20 века. То есть мы не можем вылезти из тех заблуждений, которые в 20 веке завели нас в пропасть, залитую вот этой зловонной жижей. В болоте мы живем. Но кто-то утоп в нем совершенно и уже никаких шансов нет. Кто-то еще дышит, высовывает там свой нос. Глотает последние кулачки воздуха. И вот эти люди, они как-то могут выбраться. Что же произошло-то в 20 веке? Как оценивать вот это безумие возвратного совка, который сейчас калечит многие души и мозги? Ужасно, конечно. И возвратная демократия даже. Ужасно, что там я увидел надпись «русские демократы». Это кошмар какой-то. Русский в политике может быть только националистом. Все остальное – это не русское. Если вы православные, то должны быть монархистами. Если вы монархисты, вы должны быть националистами. Другого варианта просто нет. И наоборот. Если вы националисты, то вы должны следовать заветам предков своему народу быть верны. Значит, вы должны быть православными. А раз православными, значит монархистами. Здесь все соединено вместе. Но это рецепт выхода. А описание состояния. Ведь люди не верят, реально не верят, что то, что происходит у нас, началось с 17-го года. Или немножко захватывая пораньше. Но с февраля 17-го года – это уж точно. Но все мерзости, которые были, которые Достоевский описывал, они раньше, естественно, родились. Мы в это болото начали спускаться, потом споткнулись и с головой туда ушли. Высунуться наружу нам удалось только потому, что так совпало. Господь Бог так устроил, что научно-технический прогресс нас вытолкнул на какое-то время. А сейчас мы дальше начинаем проседать. Мы не находим никакой опоры. Мы не понимаем, в какой грязи мы живем. Вот это самое главное. Поэтому я написал книгу «Болото XX века», а за основу взял либеральную публицистику, либеральную левую публицистику, лево-либеральную, можно так объединять, эти силы, 20-х годов Германии. Мне в руки попалась книга Альфреда Розенберга «Болото», которая вышла в 30-м году. В этом году нацисты прорвались, можно сказать, получили большинство в парламенте. Альфред Розенберг стал депутатом. Но вся его публицистика была до того, когда он был, в общем, никем и звать его никак. Только публицист, больше ничего. И вот в этой публицистике очень много выдержек из лево-либеральной прессы. И это и есть описание того самого исторического момента, в котором немцы начали искать выход, куда выходить. У них тоже был красный путь, у них был путь, который они в конце концов выбрали и сломались на этом. Но были и другие пути, которые здесь не описываются. Описывается только ситуация. А моя задача была предъявить то, что было уже, не мы первые, вот то, что было, и сравнить с тем, что у нас. И я в параллель, то есть перевод, потом пересказ, потом сравнение всего этого и двумя разными шрифтами, побольше для мысли Розенберга и описаний, точнее его цитат из либеральной прессы помельче. Мои собственные размышления над темой. Получилось вот такой, как бы такой, слоеный пирог. Германия 20-х годов, Россия 2020-х. И вот этот слоеный пирог превратился вот в такую книжку. Здесь, может быть, кто-то узнает вот этот тонущий в болоте персонаж, известная скульптура, не буду говорить какая, угадайте. Я думаю, что это для культурного человека несложно. Болото 20-го века. Почему так назвал? Ну, болото это название книги Альфреда Розенберга, ну, собственно, собрание его публицистики. Не бог весть, какая публицистика, но содержание там очень важно. Очень важно видеть вот те тупики, которые он сам видел. Он сам видел. И то, что нацизм стал тоже тупиком, это же очевидно. Это очевидно. Полный военно-политический разгром Германии. Несуверенность и так далее. И 20-й век, у Розенберга есть еще одна книга запрещенная. Все, это жуть какая-то, это караул, это пропаганда всего и вся. Миф 20-го века называется. Она есть на русском языке, не очень хорошо переведенная, но, тем не менее, можно понять, о чем там написано. Ну, и вот я как бы соединил два названия. Но это уже для наших времен. Болото 20-го века это то, где мы находимся. Вот здесь на обороте, я тут тоже довольно известный контур, не буду говорить чего. Вот тут такие глаза Розенберга смотрят внимательно на потенциального читателя. Ну, и краткая справка там обо мне. Ну, вот главное здесь, в болоте стоит некое сооружение. Вот, и оттуда черные птицы летят. Какой-то странный, странная фигура какого-то горбатого, то ли воина, то ли какой-то горгули и так далее. Вот мы на болоте живем, и на болоте пытаемся чего-то строить, какую-то государственность. Нет никакой государственности. Русский народ сошел с исторической цены. Его не существует. Осталась только русская нация в лице тех, кто является носителем русского национального самосознания. И из этого самосознания, вот из самосознания этих людей, и может вырасти новый русский народ. Я предлагаю эту книгу как продукт интеллектуальных усилий, довольно серьезных. Понадобились многие десятки, сотни, наверное, часов. И на перевод довольно сложный, и на осмысление того, как все это дело оформить. Эта книжка не будет продаваться нигде в магазинах. Она очень небольшим тиражом выпущена. Я специально не выпускаю никаких больших тиражей, и не пытаюсь даже, и не думаю о том, что можно получить какую-то прибыль. Но если бы это можно было, то, наверное, были бы издательства, которые из рук рвали. Но этого нет, потому что все издательства, без исключения, находятся под угрозой политических репрессий. Поэтому вот сколько я издал, столько издал. Все, вот они закончатся в печатном виде, потом в электронном, там где-нибудь через год, через два начну распространять. Сейчас эту книгу вы можете купить только у меня. И только написав мне по электронной почте, полюбопытствовав, что написано под моим роликом, вот там внизу, там написана моя электронная почта, по которой вы можете со мной списаться и заказать эту книгу, которую я могу прислать по почте. Давайте попытаемся вместе осмыслить, как нам выходить, выползать, выскребаться из болота 20 века и строить русскую национальную власть на русской земле. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!